Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. Почему в Западной Армении разрушаются хвостохранилища? В Степанакерте организуют курсы ковроткачества. Народная медицина в Западной Армении, провинция Ван. В Арцахе начнется весенний сев. В Константинополе после ремонта вновь открыли церковь Святой Репсемианца. Один из мостов Парижа подсвечивается цветами флага в Армении и Франции. В Тигранакерте людей незаконно лишили жилья. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. За последние два месяца в трех разных городах Западной Армении обрушились хвостохранилища. Эксперты отмечают, что никаких минимальных мер предосторожности для предотвращения несчастных случаев предпринято не было. В результате аварии химические отходы смешались с водой, воздухом и почвой. И почему рушится хвостохранилище? Согласно положению об отходах горнодобывающей промышленности, добыча полезных ископаемых считается деятельностью, связанной с опасными отходами. Эксперты подчеркивают, что хвостохранилище – это не чудеса инженерной мысли, они тают в себе множество рисков. Одной из главных причин обвала является неконтролируемый сброс отходов в лесную зону. Сильные осадки также способствуют, но не могут быть причиной обрушения. Руководство Западной Армении выступает против незаконного использования природных ресурсов на своей территории, а также безжалостного загрязнения природной среды в результате этого процесса. С 10 марта в Степанакерте будут организованы курсы ковроткачества для женщин, проживающих в Арцахе. Об этом заявила координатор проекта Мариам Андреасян. Целью курса является популяризация культуры ковроткачества, придание импульса культурному прогрессу, обеспечение занятости женщин Арцаха, предоставление им возможности приобрести новую профессию. Курсы будут проводить опытные женщины в этой области. Занятия начнутся 10 марта и продлятся до июля, сказала Андреасян. Армянские жители провинции Иван Западной Армении были в основном мастерами-ремесленниками. Их навыки включают ювелирное дело, изделия из железа, ткачество и ковроткачество. В Нарекаванг жил и учился поэт Григор Нарекаци, автор самого исцеляющего молитвенника Нарека. Молитвы, паломничество, посещение святилищ были частью народной медицины, в результате которой ожидались чудеса и вмешательства сверхъестественных сил. Статья полностью доступна по ссылке на нашем официальном сайте. Весенний сев в Арцахе начнется в конце марта и продлится до конца мая. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Республики Арцах Вилена Витисян. По его словам, под весенний сев запланировано до 5000 гектаров территорий. На культуры, которые высеиваются в нашей области, планируется установить цену выше рыночной. На данный момент погодные условия на территории Республики благоприятны. Можно сажать картофель, сеять лень, ячмень и пшеницу. Проблем для надлежащего осуществления процесса на данный момент нет. Ждем ввоза семян из-за рубежа, сказала Витисян. Завершен ремонт армянской церкви Святорий Псемианц в Константинопле. На церемонии открытия также присутствовал армянский патриарх Константинополя архиепископ Саак Машалян. Мурат Суме, председатель учредительного совета церковного фонда, напомнил, что церковь была основана в 1848 году и рассказал о деталях ремонтных работ. Церковь Святорий Псемианц – одна из самых активных церквей Константинополя. Во время эпидемии мы закрыли нашу церковь, потому что службы проходили за закрытыми дверями, сказал он. По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Францией, 24 февраля один из мостов у Нотр-Дам-де-Пари по инициативам мэрии Парижа был освящен цветами армянского и французского флагов. Однако напоминаем, что на самом деле дипломатические отношения между Францией и Западной Арменией начались с франко-армянского договора 27 октября 1916 года, подписанного министром иностранных дел Аристидом Бриатом и главой армянской национальной делегации Погосум Нубара. Жилые массивы древнего сурского района города Тигранакерт в Западной Армении были насильственно отчуждены от настоящих владельцев, а реконструированные участки полностью переданы в аренду. Новое поколение никогда не узнает культуру своего города, оставшуюся в прошлом. 52 рабочих места, построенных на месте снесенных домов Тигранакерти, были переданы их новым владельцам на конкурсной основе, без учета мнения бывших жителей района. Бывшие собственники квартир фактически столкнулись с новыми владельцами, доминирующими как в финансовом, так и в плане государственной поддержки. Уважаемые соотечественники, государственное телевидение Западной Армении не занимается рекламой. Наша работа направлена на сохранение и развитие связи между нашими соотечественниками и Родиной. На этом историческом этапе мы все обязаны поддерживать наши национальные требования, чтобы вместе противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся, и добиться установления наших справедливых прав, которые, к сожалению, игнорируются в современных международных отношениях. Наша борьба длится долго, но победа неизбежна. Западная Армения надеется на вашу активную поддержку на этом нелегком пути. Вместе мы сможем больше. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok